Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжаем изучение раздела Климат, Погода и Времена Года. Тема урока – Любимое время года. Сегодня на уроке вы узнаете об образовании и склонении отрицательных местоимений, их написании. Научитесь составлять распространенные предложения с любыми формами отрицательных местоимений. Отгадайте загадки. Тает снежок, ожил лужок, День прибывает, когда это бывает. Долгожданная пора, детвора кричит «Ура!» Что ж за радость эта? Наступила! Третья загадка. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья. Четвёртая загадка. Запорошила дорожки, Разукрасила окошки, Радость детям подарила И на санках прокатила. Отгадка первой загадки. Это бывает весной. Вторая отгадка. Лето. Третья – осень. Четвёртая – зима. О чём все эти загадки? Каким одним словом мы можем объединить? Какое сейчас время года? Да, верно. Сейчас осень. Какие признаки осени вы можете назвать? Повсюду жёлтые, оранжевые листья. Птицы улетают. Всё больше холодных, пасмурных и хмурых дней. Прочитайте стихотворение Бориса Захадера. Жил на свете Джонни. Знаете его? Не было у Джонни ровно ничего. Нечего покушать, Нечего надеть, Ни к чему стремиться, Ни о чем жалеть. Нечего бояться, Нечего терять. Весело живётся, Нечего сказать. Какие местоимения встречаются в этом стихотворении? Каково значение этих местоимений? Подумайте. В этом стихотворении встречаются следующие местоимения. Ничего, Нечего, Ни к чему, Ни о чем. Данные местоимения указывают на отрицание предмета и признака. Сегодня мы с вами познакомимся с отрицательными местоимениями. Среди множества местоимений, указывающих на предмет, признак или количество, выделяется разряд отрицательных местоимений. Их особенностью является указание на отсутствие лица или предмета и отрицание признаков. Ничто не могло утешить ребёнка. Ничто. Отрицательные местоимения. Никакими словами не опишешь это удивительное явление природы. Отрицательные местоимения никакими. Слова этого разряда образуются от однокоренных вопросительных местоимений путём прибавления отрицательных частиц, ставших приставкой. Под ударением. В приставке пишется буква Е, НЕ, в безударном положении, И, НИ. Примеры. Чей, Ничей, Кого, Некого. Рассмотрим склонение отрицательных местоимений. В именительном падеже Никто, Ничто. В родительном падеже Никого, Ничего. В дательном падеже Никому, Ничему. В винительном падеже Никого, Ничто. В творительном падеже Никем, Ничем. В предложном падеже Ни о ком, Ни о чём. Отрицательные местоимения «некого нечего» не имеют формы именительного падежа Родительный падеж «некого нечего», дательный падеж «некому нечему», винительный падеж «некого нечего», творительный падеж «неким нечем» и предложный падеж «неком нечем» Рассмотрим склонение отрицательного местоимения «никакой» Именительный падеж – никакой. Родительный – никакого. Дательный падеж – никакому. Винительный падеж – никакого – никакой. Творительный падеж – никаким. Предложный падеж – ни о каком. Рассмотрим склонение отрицательного местоимения «ничей». Именительный падеж – «ничей», родительный падеж – «ничьего», дательный падеж – «ничьему», винительный падеж – «ничьего», ничей, творительный падеж – «ничьим», предложный падеж – «ничьем». Выполним тестовые задания по нашей теме. Найдите правильный ответ. Отрицательные местоимения указывают на А. Конкретный предмет-признак Б. Обобщенный предмет-признак В. Отсутствие предмета-признака Г. Неизвестный предмет-признак Проверим. Отрицательные местоимения указывают Правильный ответ. На отсутствие предмета-признака. Отлично. Второй вопрос. В каком варианте пишется буква И? Подумайте. Проверим. Буква И пишется в варианте Б. Ни за что не скажу. Третий вопрос. В каком варианте пишется буква Е? Проверим. Буква Е пишется в варианте В. Нечего раздумывать. В каком из вариантов употреблено отрицательное местоимение? Подумайте, ребята. Проверим. Отрицательное местоимение употреблено в варианте Б. Ничего не произошло. Хорошо, ребята. Пятый вопрос. Найдите в предложении упрямого «Ничем не убедишь» отрицательное местоимение. А. В родительном падеже. Следующее задание. Составьте три предложения так, чтобы отрицательное местоимение «Никто», «Ничто», «Никакой» стояли в форме творительного падежа. Проверим. 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 Отрицательное местоимение «Ничем не убедишь» отрицательное местоимение «Ничем». Употреблено в форме творительного падежа. Следующее. Следующее. Он не владел никаким иностранным языком. Никаким в форме творительного падежа. Отлично, ребята. Продолжим дальше. Составьте три предложения так, чтобы отрицательное местоимение «Никто», «Никого», «Ничей» стояли в форме дательного падежа. Первое предложение. Я попросил ребят никому о споре не говорить. Отрицательное местоимение «Никому» в форме дательного падежа. Второе предложение. О собаке некому было позаботиться, и Ваня решил забрать её домой. Отрицательное местоимение «Некому». В форме дательного падежа. Третье. Он не следовал ничьему совету. Ничьему. Отрицательное местоимение в форме дательного падежа. Молодцы, ребята. Наш урок подошёл к концу. Сегодня на уроке вы узнали, что такое отрицательное местоимение, узнали об образовании и склонении отрицательных местоимений, их написании, научились составлять распространённые предложения с отрицательными местоимениями в форме любых падежей. Надеюсь, урок был интересным. Отрицательное местоимение. Отрицательное местоимение. Отрицательное местоимение. Отрицательное местоимение.